В этом уроке мы научимся импортировать в документы Dolby InDesign текст, сохраненный в форматах простой текст и RTF. Чем сложнее формат, в котором сохранен текст, тем проще импортировать его в документ. Формат «Простой текст», который не поддерживает форматирование, оформление и специальных символов, является наиболее сложным в работе. Используем команду меню File – Place для импорта текста. Выберем файл «Текст с абзацами в одну строку». Первое же, с чем мы столкнемся, это отсутствие русских букв в помещенном тексте, и эту ситуацию не исправит даже переназначение шрифта. Текст с кириллическими символами был неправильно интерпретирован программой. Удалим текст и импортируем файл повторно. Установим флажок Show Import Options для отображения настроек импорта. Самое очевидное действие – выбор языка текста – к сожалению, не исправит ситуацию, а всего лишь поможет на будущее, когда мы захотим верстать текст и использовать дискретные переносы. Для того, чтобы текст правильно импортировался, следует выбрать кодировку текста – в нашем случае это будет кодировка Windows Cyrillic. Теперь в помещенном тексте будут нормальные русские буквы. Однако все абзацы текста смешались в один, что конечно же неприемлемо. Посмотрим, как выглядит текст в текстовом редакторе блокнот. Каждый абзац занимает одну строку в текстовом редакторе, просто очень длинную. По умолчанию при импорте текста Adobe InDesign удаляет знаки конца строк и нам необходимо снять флажок Remove at end of every line. Теперь текст состоит из отдельных абзацев, правильность разделения на абзацы можно легко проверить, установив для текста абзацный отступ. Да, все правильно. Возьмем другой файл, который называется «Текст с пустой строкой между абзацами». В этом тексте абзацы занимают по несколько строк, а чтобы отличить их друг от друга используется пустая строка. При импорте такого документа в Adobe InDesign абзацы будут разорваны по отдельному абзацу на каждую строку в текстовом документе. Как раз такую ситуацию и призваны решить флажки, удаляющие знаки конца строки, которые мы видели в окне настроек импорта. Установка флажка «Remove between paragraphs» избавит нас от пустых строк между абзацами. Включение флажка «Remove at end of every line» позволит объединить абзацы, которые в текстовом документе занимали несколько строк. Проверяем. Все правильно. Импортируем файл «Текст с подозрительными кавычками», сняв флажок «Use Typographer's Quads», включенный по умолчанию. Формат «Простой текст» не позволяет использовать открывающие и закрывающие кавычки, и вместо них мы видим одинаковые знаки дюймов и футов. Установив флажок «Use Typographer's Quads», мы автоматически преобразуем знаки футов и дюймов в открывающие и закрывающие кавычки «Одиночные» и «Двойные кавычки». Теперь с помощью операции поиска и замены мы можем превратить символы в более привычные нам кавычки елочки. Найдем знак открывающей одиночной кавычки и заменим его на открывающую кавычку «Ёлочку». Тоже самое проделаем с закрывающим знаком. С более сложными форматами на деле обстоит проще. Хотя настройки импорта формата RTF содержат множество параметров, все они касаются импорта стилей и служебных элементов. Обычные же тексты с формата RTF отлично импортируются без дополнительных настроек. В следующем уроке мы научимся импортировать изображения в документы Dolby & Design.